что смотрит что поглядываете ребята всем привет новый день новый влог новые сплетни триггер следов ажица приехал уже не у слова ездил в город скажи пароль пароль на горшке сидел король все проходите девочка папа твой приехал сегодня дождик был мы уже потихоньку там высыхает все на улице но дождик блин я вижу тебя там уже после мне нет важны и важны и мнения я важный критик короче я не знаю почему зачем все публикуют чё кто подумал чё кто сказал потому что я прокомментировала любят любят мусолить тему который я прокомментировал чисто на своей страничке потому что мои там подписчики хотят услышать мое мнение не знаю но это конечно с одной стороны приятно что мы мнение считают каким-то важным весом моего в разные паблики закидывают но просто я делаю на наверное просто в том что люди любят паспал усолить и все это не важно ну плюс-минус какой-то наверно там популярности понятно что это нужно до чтобы тебя попостили но целом мне кажется это не сидят от вея а ты слышала что сказала юля пушман ой да я видел а ты слышал что сказал там это тот тот а это видела а этот овощей и обозвал ну типа короче дом 2 понимать дом 2 в реальной жизни короче я прокомментировала то что юлик и даша каплан разводятся это обсуждалось в интернете ну короче неважно изменил не изменил эти все неприятные вещи короче говоря я прокомментировала то что вот эта девушка с которой целовался юлик очень много в интернете начали об этом писать и рассказывать что она ко всем лезет и прям показывали какие там видео доказательства что она на каждой тусовке типа подходит там к разным блогерам что прям лезет подходит на мой тут очень да это вот то что я видела я написал что я лично не знаю слава богу но как бы вот я чего увидела то я написала ну типа глаза же мои не могут мне врать и я как бы написала что по-моему она да ну по моему мне так типа кажется и мне кто-то написал типа как ну короче девочка в комментариях написала типа а почему вы так типа обзываете девушку я говорю ну я не знаю мне просто вот показалось что когда ты лезешь к разным пацанам там на одной тусовке к нескольким пацанам подходишь лезешь к ним там куча не знаю всяких таких вещей то я как бы не знаю как это называется в моем понимании это называется именно так как я написала но может быть это называется общительное кто-то там ну это такой степ кто-то ответил на мой типа любвеобильная груду до любвеобильная точно ну короче не знаю неприятно и многие многие поддержать кое что все верно по факту я написала а некоторые написать его почему типа про юлика ты написала что просто типа плохо поступил от типа про девушку с которой он целовался и как бы изменил своей жене уже потому что юлик юли нравится говори правду почему не нравится потому что теперь мне не нравится я думаю что он хороший я смотрел уже юлика и ты тоже смотрел между прочим что мне казалось хороший ну симпатичный хороший да воспитанный воспитанный я думаю правильные вещи говорит вот это ваших интернетах ничего хорошего нету я вот еще говорю что я видела как он к даши трепетно относится под любит ее там не шейми тут эти вот все вещи что поддерживает ее я думаю хороший парень молодец ну типа не не арбузер какой-то там хабьюзер думаю хороший парень реально ну как бы не урод вообще ну типа ну как бы глаза душа радуются за них думаю счастье молодым да как бы все и тут как бы такое дело ну конечно я считаю что юлик виноват больше чем вот эта девочка деточка я очень плохо отношусь к таким девочкам ну к мужчинам которые изменяют тоже отвратительно ужасно плохо отношусь разумеется и понятное дело что если бы юлик не хотел повестись на все вот эти этой девочки шуры-муры он бы я сказал слышу шляпа ты у меня на свадьбе была в подружке к моей жене набивалась ты куда лезешь вот так сказать а нет переписывался с ней месяц потом еще целовался и потом еще это вывел тепло чувствую так я думаю охренеть охренеть ну вот кстати как-то россия с астрологом общалась и мы что-то обсуждали что в жизни так по-разному бывает бывает люди живут 10 лет вместе душа в душу вообще любят друг другу класс красота вот у них рождаются дети и все и все они разводятся расстаются это типа как знаете в духе того что вот они столько лет были вместе для того чтобы потом какой-то момент грубо говоря родить детей и на этом все на этом их общая задача совместная закончилась может быть ну это я так просто фантазирую да но бывают такие истории это если говорить про астрологические всякие прогнозы тогда что грубо говоря вот их задача в этой жизни была вот такой что они 10 лет будут жить любить и так далее а потом родятся дети и на этом как бы закончится их совместный путь скажем так вот и не обязательно что они там плохих отношениях все что просто вот всё еще и не потому что дети какие-то просто вот вот так это как вот пока ты что-то галочку поставил закончил дело значит все и вот я подумала что может быть вот даша с юликом тоже 6 лет вместе это ну это охренеть это много только что у них была свадьба я думаю что может быть вот у них тоже что-то в этом духе нет я просто фантазирую говорю что вот дайте но типа просто они же только поженились, и, типа, неужели вот так вот, типа, 6 лет там встречаться, чтобы потом пожениться, и еще даже, наверное, больше месяца, там, не знаю, не прошло, и уже разводиться. Ну, то есть, меня теперь, как человеку, который прошел вот эти все мои... Хотя, не знаю, может, она и не брала его фамилию, может, и брала, ну, как бы собиралась, но собиралась, не знаю, я так, такие подробности не знаю, но просто я, как человек, который менял фамилию после свадьбы, а я прошла очень много всего с этими документами и заморочками, и вот мне стало интересно, она успела что-то поменять, если брала фамилию или нет? Потом я подумала, что, по сути, наверное, она могла бы успеть только паспорт поменять, потому что сначала надо поменять паспорт, и, с другой стороны, если она уже поменяла паспорт, то поменять его обратно не такой уж и геморр, как если менять все остальное. Ну, короче, не знаю, это, конечно, уже такое не касающееся и так далее. Потом я еще написала то, что очень грустно, что все это обсуждается в интернете, и мне начали писать, типа, ну да, ну да, типа, тебе грустно, что это обсуждается в интернете, хотя сама берёшь и всё это обсуждаешь. Но я имела в виду не это. Я имела в виду не то, что я это тоже обсуждаю, а то, что, ну, как бы, я считаю, что ссоры из избы не надо выносить. Я понимаю, что, может быть, Даши так легче было, или она так, ну, как бы, хотела. Это её, как бы, решение, мнение и так далее. Она решила об этом сразу написать, когда только там узнала ещё что-то. Кто-то там писал, что у неё, наверное, был стресс, там, ещё что-то. Там, типа, ну, эмоции. Ну, наверное, ну, не знаю, просто понятное дело, что когда ты такие вещи пишешь, ты публичный человек, разумеется, это будет обсуждаться всеми и везде. Я, конечно, могла бы никак это не прокомментировать, но из-за того, что это обсуждают все и везде, это не потому, что мне тоже надо, а я просто понимаю, что от того, что я про это ничего не скажу, типа, скажем так, я не сделаю никому там лучше от того, что я, например, это не прокомментирую, типа. И я просто прокомментировала, потому что, конечно, для меня это тоже такое неприятное. Ну, типа, я там Там смотрела реакции, там, Юлика, да, и, ну, как бы, знаю, там, что-то видела, смотрела Дашу тоже. Ну, как бы, свадьбу тоже их там смотрела, какие-то сторисы там, не сторисы, кружочки. Ну, конечно, это всё грустно, неприятно. Жалко, но, с другой стороны, как я написала тоже у себя в Телеграме, что лучше, что это сейчас произошло. Хотя они и так давно вместе, но лучше сейчас, потому что у них нет, по сути, ни детей, ничего, не знаю, там, планировали, не планировали. Там, ну, лучше, типа, чем раньше, тем лучше. Может, сейчас они там, ну, разведутся, и каждый там начнёт свою, там, другую жизнь, новые отношения, и будет более счастлив, может быть. В любом случае, как говорится, как бы не грустно, но всё, что не делается, всё к лучшему. По крайней мере, зато теперь, как бы, она что-то там знает про него, не знаю, что вот так вот оказывается легко. Можно просто взять, насрать на 6 лет совместной жизни, отношений, ещё и после свадьбы взять и просто, типа, ну, типа, я так чувствую. Ну, это, конечно, вообще прикол. С другой стороны, я за то, чтобы люди не врали друг другу. Мы со Славой тоже это обсуждали, я говорю, вот, если в какой-то момент кто-то из нас, там, что-то почувствует, что мы друг друга не любим, или, там, ещё что-то, не знаю, ну, типа, ну, надо сказать, не надо друг друга мучить, хочется, чтобы, ну, были здоровые, счастливые отношения, чтобы, ну, как бы, лучше об этом сказать раньше, чем, да, знаете, там, не знаю, прожить, там, 20-30 лет в браке и потом, ну, как бы, разводиться. Ну, как бы, понятно, лучше, чем раньше, тем лучше такие неприятные подробности хоть и выясняются, но лучше так. Ну, ещё, знаете, наверное, если бы у них только что не прошла свадьба, наверное, было бы меньше вот этих вот, типа, Как так? Вот это вот, видите? Это домашнее насилие. Комод. Комодом. Короче, Слава лежит вчера, а он любит спать на животе и лицом в подушку. И он, короче, лежит вчера вот так вот и хочет, короче, или как ты лежал? Я наоборот, я на спине лежал, я хотел перевернуться на живот. А, ты жал, я хотел перевернуться и перевернулся прям глазом в комод, короче, в угол прям. А там такой угол прям очень тяжёлый, очень тяжёлый. А я лежу, а я на спине люблю спать. Я вообще не могу на животе, ну, и вот это вот, мне потом вот это горло неудобно, шея болит, ну, нафиг, неудобно. И я слышу, короче, что он ударился. И звук был такой жёсткий, и он молчит лежит. Я думаю, блин, наверное, плачет. Я думаю, капец, чё там? А я думаю, чё молчит? Ну, типа, обычно, знаете, когда если не сильно ударился, то такой, типа, ай, там, типа, блядь, там, всё дела, типа, ударился. Он молчит, я думаю, чё за фигня вообще? Я поворачиваюсь, говорю, чё случилось? Я говорю, хочешь, поплачь. Ну, потому что, не знаю, бывает иногда такая боль, которая вот просто... Не-не, я просто очень ударился и не хотел никаких звуков издавать. Ну, типа... Ну, короче, ударился, и я свечу фонарём от телефона, ну, думаю, посмотреть, чё он ударился, там, чё вообще. Короче, говорю, закрой глаз. Он, говорит, прям глазом ударился. А я думаю, короче... Короче, всё, много разговариваешься, всё нормально, я же здоров. Короче, вот так вот, ну, смотрю, а там прям царапина, такая... А он, наверное, ты подумал, что я прикалываюсь, что ты ничего, это там нет, да? Не, она такая, ааа, я такой, ооо, что? Я испугался, думаю, может, там чё-то больше, чем я предполагаю. Короче говоря, знаешь, что любопытно? Вот после всего вот этого произошедшего между Юликом и Дашей, вот это тоже сейчас обсуждается, все начали писать то, что, ну, вот, типа, ну, знаешь, как всегда, со стороны кажется, что идеальные отношения, всё хорошо и так далее. Нам пора начинать стримить уже на Твиче, потому что место освободилось. Почему? Кем освободилось? Ну, Юликом и Дашиком. А, в смысле, Дашиком? Ну, они же вместе, типа, стримили, как я понял. Да? Не, я это не смотрела. Теперь нам надо начинать стримить. Напишите в комментариях, если вы хотите. У меня уже всё есть, всё готово, только, ну, желание Юлика. Да, теперь я буду Юлик, а ты Дашей. Почему я Даша? То я же Юля. Ты Юлик, потому что ты Юля. А я Славик, потому что я Слава. Вот вы, наверное, смотрите и думаете, а, у них идеальные отношения. На самом деле, никто, наверное, так не думает, что у нас прям идеальные отношения. Знаешь, я даже вспомнила, как один раз в одной из твоих реакций ты не вырезал, где мы жёстко срёмся, материмся, просто... Он меня так нагнал вообще. Не, мы иногда ругаемся. Арбузер. Просто я что хотела сказать? Слава, Арбузер. Да, не бывает, короче, идеальных отношений. Ну, у нас тоже бывают всякие... Мы вчера ругались. Не вчера прям она меня бесила жёстко. А он меня как бы... Ты меня больше бесила. Давай поругаемся. А мне кажется, ты меня больше. Давай сейчас поругаемся. А сегодня нормально всё. Я ему вчера глазик протирала, вот эту вот болячку. Ну, короче, не бывает идеальных отношений. У нас тоже есть, ну, как бы дыры, которые нужно латать. Какие дыры? В любых отношениях есть дыры. А с кем ты никогда не поругаешься? Он даже... Собака меня иногда выбешивает, что я с ней даже ругаюсь. Ну, просто люди думают, что ещё всё хорошо. Вообще... Не, не, я думаю, что про нас так не может. Перфект лайф. Ну, может, кто-то думает, поэтому... Но, по крайней мере, вот я не знаю, что такого. Вот, ну, типа, мне кажется, что у нас достаточно открытые и понятные отношения. Ну, как, может, не для всех. Но я имею в виду, что по моим ощущениям нету чего-то такого, что, типа, вскрывается, и все такие... А мы думали. Это, типа, как выяснилось бы, что ты, например, не знаю... Ну, что ты там меня запрещаешь, не знаю. Или я, не знаю. Ну, домашнее насилие. Ну, не знаю, короче, это как получено. Знаю, всё, что у нас происходит. В принципе, мы обо всём говорим. Ну, да. Типа, ну, просто очень много люди всё это в кашу замазывают, замалывают. То, что придумывают ещё. И ещё из-за того, что проходит много времени... Она посмотрела, например, какой-нибудь видосик 100-летней давности. У нас было одно. Потом уже прошло пару лет. Она всё думает, что у нас уже одно, а у нас уже 10 таких. Или, там, ну, типа, из разряда уже другие дела, уже другие проблемы. Уже всё это в прошлом. Этого, может, уже и нет. А, ну, а люди любят... Ты сейчас, мне кажется, так загрузил. Я вообще... Короче, она посмотрела, но била одно. Теперь другой ста. Она уже не понимает. А может, уже так и нет. А если так и было? Да, понимаете, жизнь, она сложная. А люди любят упрощать всё. А ты не хочешь покушать шашлык вчерашний с картошкой? Не, у меня козье молочко. Обязательно пейте, ну, хорошее домашнее, да, молочко. Но запоминайте, если это козь, там, коровь, за несколько часов до приёма пищи, либо за несколько часов после приёма пищи. Я об этом тоже узнал недавно. Вот, поэтому с вами делюсь. Почему? Потому что молоко... Вив, кто там? Охранница вышла. Охрана. Отмена. Тихо. Кто там? Кто там? Мне поковал. Вивафас. Ну, короче, молоко обволакивает желудок и плохо еда, короче, переваривает. Ну, в общем, удачи вам, дорогие родные. Просто счастья, здоровья. Я пошёл. Ваш кишечник хорошо переваривал, работал. Я монтирую влог. У нас, вообще-то, реакции ещё в туче не сняты, а ты вот этой фигнёй занимаешься. Посмотрите, какой грубьём. 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 Видите, дождик был, мокренько. Плохо, плохо. Но погодка хорошая. Пахнет. Пахнет хорошо. Ой, пчёлки. Ой, не хочу. Хотите, хочешь, покажу тебе прелесть? С которой надо разобраться будет. Вот это паутина и грязь. Всё это надо отмыть, чтобы было чисто. Давайте обратим внимание на вот это. Это всё придётся делать вот этими руками. Но зато есть чем заняться. Ой, как красиво. Хотела сейчас спросить, когда мы в Москву поедем? А следующая неделя? Когда? Либо в начале, либо в конце. А ты знаешь, что следующая неделя будет чуть ли не завтра? Чё-нибудь в субботу вроде нет. Ну, ты точно уедешь, да? Ну, это ты точно уедешь, потому что у тебя маникюр или чё? Ну, это у меня вообще в конце недели, 15-го. Реснички. Я подумала, что наоборот кайф, что мы здесь живём на даче. А что, ты собираешься там оставаться? Ну, я думала, 15-го приехать, сделать реснички и уехать обратно на дачу. Ну, главное, чтобы мы вернулись. Ты не планируешь там где-то оставаться? Нет. А чё там делать-то? Чё там делать-то? Нечего там делать. Я же говорю. Тем более, там уже всё убрано. Там мне занятий нет. А здесь у меня ещё много всего. Нам надо купить мяч. И кидать мяч. И кёрхер. Кстати, тут есть, чтобы мыть дом. Хочу мыть дом. Господи, сколько ж паутины, сколько ж дел-то, мамочки. Ну, кстати, вот эти окна я, кстати, помыла. Кроме вот этого. Но чтобы помыть эти окна, надо снять здесь сетку и помыть. Встать сюда ногами. В детстве, кстати, так я и делала. Вылезала из окна вот сюда, потом на мусорку и хоп. А что, это было круто. Ой, Зая, у нас с тобой скоро годовщина. Первая наша свадебная. Год быстро пролетел. Смотри, как так красиво. Давай сделаем. Я это просто видео, как вставлю. Что? Ой, от тебя козим молоком пахнет. Не могу. Не люблю такое. Папа закрепил дверь. Ой, так тебе не нравятся, да, вот эти дырочки? Давай, заходи скорее. Слава будет пробовать мимозу. Салат мимоза чек. Но это не твой любимый салат, да, ведь? Не, не мой. Фишка... Фишка салата мимозы заключается в том, что он такой многослойный. Как мультики Шрек. Как лук. Как лук, многослойный. Здесь есть рыба, сыр, яйцо, майонез, лук. И знаете, в чем фишка, когда много слоев? Просто у меня есть аналогия, так сказать. Хороший многослойный продукт, в том числе мимоза, да? Вот если ты чувствуешь каждый ингредиент в этом продукте, да? Вот эти языковые твои сосочки ощущают каждый ингредиент в этом многослойном деле. Ну? Вот, аналогия с музыкой. То есть у нас есть такой процесс, называется сведение. Это когда все дорожки, все музыкальные инструменты, они подведены под определенную громкость, и они все должны звучать хорошо, чтобы, ну, слушатель слышал все. Все мелкие детали, да, какие-то вот, которые есть в проекте. Вот в этом проекте все детали слышимые. Все красиво, все хорошо. Внешне-то ты посмотри, какая красота. Ну, он уже, правда, подведенный. Внешне, ты посмотри, идеальный. Пропорция полукруга. Сейчас это он уже полукруг. Ну, да, это я, на самом деле, все съела. Сейчас только все ворочу. Ты видишь, тут еще какие чистые края. Ну, вот здесь нет, конечно. Да идеально. Я это даже протирала салфеточкой, чтобы ни одной крошечки... Вообще идеально. Ну, все, оставь меня. Ну, ладно, этот салат больше похож на попсу или на какую-то классическую композицию? Этот салат похож на такую популярную, модную, стильную песню. Что-то из клавы Коки? Или Лисы Чемотиной? Как мне приятно. Как приятно, мамочки. В общем, я монтирую блог и буду кушать циркосичку. Я сегодня день потратила. Ну, нет, не впустую. Я сегодня не убирала ничего. Но устала, как собака. Я сидела сегодня, монтировала предыдущий влог. И даже не гуляли сегодня, даже на мусорку не ходили сегодня. Дождь был? Что-то погода прям не нравится. А еще представляете, что сегодня же нам должны привезти качалку, кресло-качалку, ну, вот это вот, на улицу. И мы ждем весь день, ждем, ждем. Сейчас уже полвосьмого вечера, представляете? Позвонили Славе, сказали, что все, через час приедет курьер, привезет качалку. Что вы думаете, кто-то ее собирается собрать? Нет. Есть ли у них такая услуга? Нет. Поэтому ее соберет Слава. Причем это намного выгоднее, никому платить не надо. Но на самом деле, мне кажется, что там не то, что ничего сложного. Нет, я думаю, что все равно это не собрать полку из Икеи, которой у нас, тем более, больше еще и нет. Икея. Ну, как-то вот жили без Икеи. Хотя там много всяких прикольных штук было. В общем, да, Слава будет собирать сегодня качалку. Ну, не сегодня, может, завтра. Сегодня уже поздно и темно сейчас будет. Неизвестно, когда ее привезут. Такой классный интерактив у нас будет. Надо будет поставить ускоренную запись. Короче, интересно. Что сказать? Смотрю я на это грязное окно. Не плакать хочется. Знаете, хочется мыть окно, когда тепло, когда солнышко светит. Потому что я собираюсь выйти из окна. Вот. Ну, вы так не делайте. Я хочу выйти из окна. Просто у меня есть возможность выйти из окна на вот эту крышу. Ну, вот сюда, на подоконник, типа, встать. И вот там хорошо помыть. Потому что окно, мама, такое грязное. С ума сойти, видите? Вот. Потому что это я как-то мыла. Вот. Хотя его можно еще лучше помыть, но как обычно начинается. Но я его мыла. То есть разница очевидна. Да? Вот. Но когда я его мыла, уже с того момента здесь столько разных погодных условий изменилось, что его тоже заново можно помыть. Но в любом случае, как бы вот это очень давно не мылось окно. Вот. Там всякие мушки, мошки. Все такое противное. Вот отсюда тоже надо собрать. Там гвоздь какой-то лежит. Тут какая-то ракетка. Ой, в общем, кошмарики. Сейчас я вас вот так поставлю. Вы смотрите за небом. Потом мы посмотрим, как быстро оно плывет. Так, кажется, здесь что-то изменилось в облаках. На заставке все снимаешь. Ну. Можно я поставлю здесь скрытую камеру, потом я ускорю и посмотрю, что ты делаешь. Че? Удали бысть. Да не буду, я не могу сейчас удалить во время съемки. Удали. Дай я твой подбородок возьму. Удали. Зай, что это значит? Сердечко? Фу, дурак. Че ты меня обсыпал? Да, может, комарку сел. Десять? Ну. Их на даче много. Хотя сейчас нет, кстати, комаров. Да и вообще не жарко. А когда комары обычно появляются, Вив? Ты знаешь про комаров все. Когда они появляются? Когда жарко? Вивочка, девочка, сладкая такая. Вивочка, собачка моя. Ты моя нежная лапки, мои снежные. Вкусная жопка у тебя. Вот такая мама певица. Ты мой шляпенький. Че? Дай поцелуй один. Дай один поцелуй маме. Никогда не целуют. Дай поцелуй. Че? Че смотрят? Че подглядываете? Купаться когда пойдешь? А? Когда купаться пойдешь? Я спрашиваю. Купаться когда? Когда купаться-то пойдешь? Ну? Давай быстро рассказывай, когда купаться пойдешь? Ну? Голос. Давай голос. Делай голос. Колбаску будешь, нет? Скажи голос. Ну давай. Язычок. Язычок. Голос. Голос. Давай. Голос. Это чих. Голос. Скажи сыр. Ну и уходи к своему папе. Значит так. Мы покушали. И сейчас пойдем к друзьям. Потому что вчера у Артема, у сына наших друзей, был день рождения. Ну мы вчера уже приходили, поздравляли. Даже потом сидели у них там на улице, на участке. Выпивали. Чуть-чуть. Разно каждый день. Мы выпивали. Ну блин, да. Че все дела. В общем, они сегодня планируют пускать салют. Так что сейчас мы пойдем. Но пока еще не темно. Поэтому мы просто посидим. Поболтаем. Похихикаем. Поднимем бокал. Ну вот. Все вот это. И мы потихонечку, помаленечку пойдем уже на боковую. В общем, сегодня курьер так и не приехал. И не приедет. Качели не привезет. Вот эти кресла. Качели. Садовые. Поэтому завтра будем ждать. Надеюсь, что привезут днем, чтобы можно было сразу собрать. Потому что сегодня, ну я думаю, блин, ну че-то это как-то поздно собираются привозить. Че за фигня. Их же еще собрать надо. Че их на улице что ли оставлять? Там, наверное, коробка большая. Не знаю. В общем, пойдем. Вилочка останется дома. Вот такие дела. На этом я с вами прощаюсь. Сегодня был такой короткий день. Но ждите следующий. Ребята, всем привет. Я выгляжу немножко непричесанной. Короче говоря, что было вчера? Вчера мы гуляли, отдыхали. Я не убиралась, по-моему, вчера вообще. И вчера ночью, почти в 11 ночи, курьер привез нам качалку. Он, конечно, извинился, что так поздно и сказал, что вообще не он должен был привезти, а другой человек, и там что-то какие-то сбойные палатки. Но я такая, типа, охереть. Мы с утра до 10 вечера ожидали курьера, который привезет нам качалку. Мало того, что нам сначала позвонили где-то в 7 или 8, сказали, что, типа, ожидайте через час курьера. Потом пришло сообщение о том, что никто не приедет сегодня. Мы все, ушли в гости. Никаких курьеров, ничего не ждем. Уже все, ждем сегодня, в этот день, как бы, что привезут. И в итоге потом звонят. Славе говорят, что, ай, все-таки приеду. И, типа, в 22, что-то, 40, 30, что-то такое. Привезли нам качалку. Ну, как бы, хорошо, что привезли. Так что пошли смотреть, что там. Просто, знаете, такой большой разброс времени. Я понимаю, если бы там был разброс времени, типа, с, не знаю, с 8 до 2. А нам привезли в 4. Но тут такой разброс, что, блин, с утра до 10 ночи можно было бы и не опаздывать. У меня глаза не привыкшие к свету. Я дома сидела, что мне уж больно. Смотрите, какая здоровая качалка. Ох, так, а что это, я не понял. Почему там какой-то узор? Посмотрите, я думала, они чисто просто серые. А там есть какой-то узор. Не понял. Иди сюда, скорей. Давай, 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 давай. Кстати, гляньте, какая черешня растет. Приехала большая грузовая машина вчера. Я думала, что качалка будет меньше. Я смотрела в интернете, типа, как эти качалки выглядят в коробках. А что это за мягкость, интересно? Это же не наполнитель. Это? Так, ты это не выкидывай. Может, это подушки. Посмотри, их как раз 4. Да, да. Ну, класс, смотри. Ну, не знаю, а где ткань? Собрано хорошо. Ткань под низом, скорее всего. А что собрано хорошо-то? Ну, просто все аккуратненько лежит. А вот то, что еще какие-то подушки. Это еще какие-то подушки. Так, мне вот ткань бы увидеть. У меня вот один вопрос. Мне кажется, это не ткань, Зай. Мне кажется, нас кинули на бабки. И надо найти. То есть мы сейчас нашли вот эту хрень, которая сверху. Вот этот, думаешь? Осторожно. Да, нет, это тоже не ткань. Ой, это что? Сейчас, что это? Это, походу, то. Да, вот это. А почему она такая? Где серый? Что это за розовый? Это, получается, то. А почему она такая, не серая? Интересное дело. Короче, нас обманули. Вот эта фирма обманывает. Что это за херня? Я не поняла. Почему она такого цвета? Ну, скажите, я же не слепая. Это же разный оттенок. Вот здесь серый. Ну, видно же, что серый. В интернете серый. Почему приходит розовый? Им нельзя в поддержку написать? Ну, просто если бы я хотела розовый, я бы, наверное, розовый заказала. В чем прикол вообще? Можно написать, можно вернуть. Но мне нормально, мне нравится. А мне вот не нравится. Потому что я серый хотела. Просто я не понимаю, типа, как так можно обманывать людей. Мне кажется, этот цвет более гармонирует с коричневым. Так он может и гармонирует-то, я же не против. Просто почему на картинке одно, а в коробке совсем другое? Обман? Подлог? Угу. Подлог? Да, да. По-русски именно так и называется. Ладно, пошли кушать омлет. Не могу. Надо накатить. Так грустно. Согласитесь, это неправильно. Ну, не вижу никакого смысла писать поддержку. Еще приждать, пока опять заберут, потом привезут. Во-первых. Во-вторых, типа, мне нравится цвет. Не знаю, что ли. Ну, блин, ну просто какого черта? Мне вот лично не нравится розовый. Я хотела серый. Серый тоже красиво смотрелся с коричневым. Тебе принципиальное? Ну, конечно. Я же, если бы хотела розовый, я бы заказала розовый тогда. Мы же выбрали ту, потому что она нам понравилась по цвету, внешне понравилась. Для меня вот эти вот обивки, подушки, это единственное, что меня вообще волновало в этой качалке. Во всех качалках, потому что они все одинаковые. Мне просто нужны были нормальные, красивые подушки по цвету, потому что они все убогие. Ублюдские просто. Ну, просто, что за херня? Почему, типа, мы платим бешеные деньги за качалку, а нам привозят вообще другое? Я понимаю, если бы нам это бесплатно досталось, еще можно было бы подумать, ну ладно, типа, бесплатно. Может, это тебе показалось, что оно серое? В смысле? Что-то есть. Может, издалека. Да какого издалека? Картинка же в интернете цветная, а не черно-белая. Ну, видно же, что это вообще, ну, типа, бежево-серый какой-то. Ну, по крайней мере, интересно узнать вообще, как-то они хотят решить вопрос. Почему так вышло? Картинка не соответствует товару. Капец вообще. Ну, реально неприятно. Ну, пусть они мне этот, денег скинут, я отвезу тогда в ателье, сделаю как надо. Начинается у меня бомбежка. Я написал, что приехал не тот цвет матраса, пусть вернут нам, либо пусть забирают товар, либо пусть вернут матрас. Вернут, в смысле, новый привезут? Ну, вернут тот, который на картинке. Интересно теперь, когда они ответят. Я тоже планировала, что сегодня у нас будет качалка и будет кайф. Надо сейчас покушать и еще раз посмотреть на нее. Ну, просто, это же не честно, ну, типа, на какого хера? Может быть, этот цвет тоже неплохой? Я не говорю на тебе, когда ты заказываешь одно? Я полностью не стал и тебя поддерживаю, Зай, просто, ну, я в этом плане не столько тебе речу. Ну, понятно, тебе все равно на цвет, а мне именно это и волнует. Твоя, да, и ты права, потому что, ну, мы заказывали, как бы, его в другом, в другой расцветке. Просто там на сайте у них не было такого, что есть другой оттенок. Просто как это так вообще? Че ответили? Простите, пожалуйста, что доставили не тот товар. Чтобы вернуть его, заполните заявление на возврат лично в кабинете. Для этого выполните следующие шаги. Нажмите «Вернуть товар», «Заказ» и выберите причины. Есть недостатки. Добавьте подробные фотографии товара всех штрих-кодов, которые найдете на нем и на упаковке. Выберите способ отправки доступной варианты. Упакуйте товар. В течение 10 дней проверяем товар и после этого возвращаем деньги. Обычно деньги возвращаются в течение дня, но иногда чуть дольше, в зависимости от вашего банка. Пожалуйста, оцените полученный ответ. Либо соглашаться. Сидеть на коричневой качалке с пельной твоей подушкой. Либо сидеть на розовой, коричневой-розовой качалке и заткнуть свой рот. Либо заполнить анкету, добавить фотографии, выбрать, ждать 10 дней. Ты понимаешь, они же на это и рассчитывают, что ты забьешь болт и ничего не будешь, и оставишь себе свой товар. Ну вот я поэтому как бы и сказал тебе, что мне в принципе терпимый цвет. Типа мне норм. Я, типа, конечно, был бы, может быть, принципиальным, наверное, да, и прям добил бы их, дожал бы. Но я просто хочу это сделать уже красоту, начать сборку, посидеть уже, покачаться, а не вот это вот все. Соответственно, мы, получается, еще 10 дней как минимум не получим, ну, свою мечту, понимаешь, не исполним свое желание. Ну, я считаю, что это просто очень ужасное отношение к клиенту. Ну, с другой стороны, можно, конечно, отвезти в ателье, заплатить еще кучу денег за это. Не, ну просто пока нам все это сделают, пока мы получим качалку, все лето закончится. Я не могу, я такая злая, прям. Короче, ну, в общем, сейчас Слава соберет качалку, мы посмотрим. Кстати, кто-то написал в комментариях, что, типа, такая комната неуютная стала с этой кроватью. А мне кажется, наоборот, так уютная. Вообще очень хорошо. Лежишь, тут подсветочка. Не знаю, как по мне так супер вообще уютно. Неужели, как здесь могло быть уютнее без кровати? Интересное кино. Вот убрать бы еще вот этот, продать. Пледик купить красивенький. Я так и не дошла еще, руки у меня не дошли. У меня вообще, господи, дел по горло. Какого черта? Ну нет, на самом деле хорошо. Дел всегда хватает, любых разных. Даже каких-то таких, типа, за компом посидеть. Что-то заказать, что-то выбрать, что-то отобрать. Всегда тоже это дело. Так. Так. Такие волосы очень удобно цепляться клещам. Блин, жарко. Все, знаете как? Вроде солнца нет, но духота. Не знаю, что я в штанах, в таких теплых. Я уже привыкла, последние дни не так уж и жарко. Ну, просто, чтобы не мешалось. Ну, как-то так. Фу, Вива! Это что такое? Это муравьи кушали черешню? Как побежали? Куда все побежали? Ой, мама. Кстати, пока Слава будет собирать качалку, я здесь метлой поработаю. Как красиво падает черешня. Просто замечательно. Черешенку не хотите с крыши машины? Ой, какие какашки красивые. Кстати, у нас же есть гараж. И вы, наверное, спросите, почему же мы не ставим машина в гараж? Потому что там стоит уже одна машина. А вот и метла. Ох, сердце кровью обливается. Как же так нас обманули. МОГОВОРИТЕМА ребята это просто но я не знаю вообще что сказать посмотрите это уже просто вверх я не знаю чего слушай может все-таки пошли они нахер это что такое вообще одно дело ладно еще с подушками можно смириться но это что такое типа мы качалку покупаем на много лет да даже мы за много лет бы такого но не сделали с качалкой просто уже совсем ну знаешь лучше уж тогда без качалки пожить чем с таким бракованным дерьмом еще и другого цвета но у меня просто слов других нет карасат да ну это получается да вот она дуга да да я же вижу там вот эти цыпляшки ну как бы да вот тут будешь садиться конечно это будет видно всем с другой стороны конечно можно это закрасить всегда можно что-то но мы же деньги заплатили ну конечно еще за краску нам деньги покупать еще трудно краску это еще подбери ну конечно чем мне не дадут сегодня собрать это я уже так рвота рвался настроился настроился со вчерашнего дня говорю юля да сейчас все соберем я не знаю что делать потому что они нам еще и 10 дней будут мурыжить как там написано ну конечно им выгодно чтобы мы это забили болты сами все собрали чем опять вот надо вот это все отфоткать сейчас то что там царапина я не знаю то что цвет не тот ну я не знаю просто но мне конечно тоже не охота вот этим всем заниматься и ждать я уже тоже настроена на то чтобы сидеть но я считаю что ладно подушки мы сейчас как-то с этим смиримся но царапина такая откровенная понимаешь на самом видном месте это уже совсем перебор реально это уже просто наглость я не знаю какая я понимаю если она еще знаешь как по скидке какой-то большой шла что там есть какая-то царапинка типа теперь слава пытается все нормально собрать обратно что конечно разобрать легче а потом как-то все это сложить непонятно как уже этот конструктор собираешь да давно не было так неприятно давно и не испытывал таких злостных эмоций когда кто-то тебя кидает привозит те какой-то говно и у меня если меня что-то разозлило что-то расстроило меня это прям надолго может затянуться чем знаете ладно вот да нет даже не ни хера не ладно все мы и скрутили повязали это отвезем ее в пруд выкинем сейчас будем оформлять ну что оформляем пойду продолжу подметать в дворе что мне все остается делать пока что из того что я могу собрать я собрала можно машину отогнать там еще сделать еще хочется знаете чего сейчас все это сделать а потом взять шланг еще шланг почему я уже как-то в карантин когда мы здесь жили я вот здесь все мыло вставала протирала но это же понятное дело за ним надо каждый раз ухаживать и все чистить здесь просто ад посмотрите ладно будем мыть а а Так, ребят, я переоделась, потому что это просто невозможно. Жара просто нереальная. Не знаю, какого черта я была в штанах, в черный. Этой самой. Сейчас я возьму бедро, она мне понравится. Все равно сначала надо шваброй пройтись, потом я бы вообще этим самым все бы нахер помыла. Посмотрите, там вообще фу. Просто фу. Сейчас вот это высохнет маленько. И я ее положу. Вот она была такая грязная. Вот эту пыль надо собрать. Ее, конечно, можно и изнутри, но мне кажется, лучше отсюда. Вон там пыль наверху. Как приятно. Как же я это ненавижу. всю эту пыль. Точнее, не пыль, а этих пауканов. Кстати, вот этот цветок, не знаю, что за цветок, но упал. Тоже нехорошо. Либо его лучше вообще оторвать, либо что-нибудь подставить, обвязать как-то. Ну короче, надо будет вот здесь тоже все хорошенько пройтись. Ну понятно, это будет падать еще все. Это, конечно, дичь. Ухаживать за домом, за садом. Это очень тяжело. Я просто вижу, сколько всего. Я понимаю, что я сегодня, даже если все это уберу, завтра будет то же самое. Потому что листья падают. Короче, карточка пьет. Субтитры сделал DimaTorzok Блин, я себе чем-то палец натерла. Мозоль аж соскочил. Даже не знаю, если честно, чем. А, метлой, наверное. Короче, вот как стало. Сейчас еще внутри помою. И потом снаружи пройдусь сухой. Со средством. Хотя это глупо, наверное. Но в любом случае, здесь надо будет поковырять губкой. Я думаю, это куски, типа, знаете, цемента. Наверное, что-то такое. Не оттираются. Вот. Но наверху я не достаю, конечно. Там я уже не достаю. Ну ничего, сейчас что-нибудь придумаем. Но все равно почище стало. В любом случае осталось внутри помыть. И средствами пройтись. И здесь тоже полута надо протереть, помыть. Ребят, я закончила мыть. Ах, господи, море, море. Это ужас. В общем, самое главное, уже немножко даже потемнело. Я здесь все помыла. Здесь все было... Смотрите, паук ползет. Ненавижу. Короче, здесь все вот эти вот белые стены, двери. Они все были в гаване мух. В черных таких точках коричневых. Где-то там на потолке даже есть. Чуть не знаю, видите, нет? Короче, максимально, что могла, отерла. Здесь полы помыла. Вот, окна помыла со средством для стекол. Здесь тоже. Но там, правда, разводы, блин, чуть-чуть есть. Просто тряпка уже все. А там я не достаю. Я бы с удовольствием там помыла, но это надо что-то побольше брать. В общем, ладно, пока так, наверное, оставлю. Хотя не идеально. Вон там я их помыла. Ну, сейчас, может, еще домой, короче. В общем, это G10. Зато как красиво. А вот внизу надо губку взять и пытаться оттереть губкой, потому что прям некрасиво выглядит. Ну, так вообще, конечно, молодец я. Блин, конечно, столько дел на даче. С ума сойдешь. Просто охренеть можно. Но больше всего я мечтаю разобраться с беседкой. Ее тоже надо все так же мыть. Но я, наверное, так же приду сюда со шлангом и нафиг все шлангом помою. Тут, правда, сетка. Надо будет заранее там окно закрыть. Ну, да, надо. Ну, потому что так охереешь, конечно, мыть. Ну, хотя, не знаю. Короче, да, надо будет тоже все помыть. Блин, так хочется сюда, знаете, что-нибудь. Как приятно смотреть на чистые окна. Останется только подоконники снаружи помыть. А так очень приятно смотреть на чистые окна. Это там в каком-то говне странном. На втором этаже, не знаю, видите, там какая-то точка. Не пойму, что это такое. Там как будто реально кто-то насрал. Это прямо, наверное, даже не отмывается. Мне кажется, это вообще мох. Ну, вот снаружи тоже вот здесь надо помыть. Ну, здесь, кстати, я не мыла окно. Да, ну, не мытое. Слушай, а издалека выглядит как мытое. Вот это не мытое точно. Ну, все равно надо будет проходиться по какому-то там разу. Тут тоже надо будет все помыть. Тут Слава уже убирался немножко. Кошмар. Посмотрите, видите? У меня рукопотная, мокрая. Ой, кошмар. Посмотрите, вода. Все в воде, видите? Ужас, аж мыло какое-то. Хорошее, полезное дело я сегодня сделала. Хоть что-то полезное. Здесь уже водичка вся высохла, которую я налила. Ну, как высохла. Ой-ой-ой-ой, мама. Короче, не знаю, блин, что с этой качалкой делать. Ну, в смысле, мы и так знаем, что с ней делать. Мы ее хотим отдать, не нахер. У меня одинаковые прощевлизы, смотрите. Прямо в носогубках. Ну, это, конечно, жесткая подставка, потому что я сегодня уже думала, что буду сидеть на качалке. В итоге пощупать лосики. Плохие новости. Тучи опять сгущаются, гром гремит. Духота. Что говорит мне? Ой-ой-ой, видели? Что говорит мне о том, что вот что-то будет. Вон какие тучи идут. Там-то хорошо. Вон там как раз то, что у нас было. А сейчас, походу, жопа какая-то придет. Ну, начинается. Деревья начинают колыхаться. Начинается страшное. Начинается мой любимый дачный аттракцион. Торнадо! Да что ж ты будешь делать-то с этой погодой, а? Ну, я уже не могу. Сил уже моих нет. Сейчас будет приятный звук дождя по крыше. Да. Надеюсь только, чтобы станция не пострадала. Вот, все, пошел. Да? Я не чую. Чтобы электростанция не пострадала. Ну да. Ну, надоело мне это уже, если честно. Эти катаклизмы. Не видел молнию? Нет. Там вообще шандарафнуло. Ой-ой-ой. Смотри. Так, а что мы тут стоим? Сейчас панамка. О, на меня капнуло. О! Это мой любимый аттракцион. Сейчас, ребята. Смотри, там кто-то летает в небе. Птицы. Ты высоко. Ой, ты слышишь? Блин, ты посмотри, какая тут лучшая на небе. Да вообще охереть. Она еще только низкая. А там как рай. Там чистое-чистое небо. Как он появился. Ну, что ж такое? Ну, вот а что поделать? Днем парит. Шпарит. Ну, может, все-таки там повезет. И вся дичь пройдет мимо нас. Ну-ка, давай по воздуху определимся. Тучи идут как будто туда. Вот это что-то. Нет, ну это понятно. Капает чуть-чуть. У меня вот на это лобешник капнуло. Ну, просто вот я смотрю. Тучи вроде движутся вот туда. То есть вот туда. А там вроде чисто. Блин, прям над нами. Да, посмотри, как страшно звучит. Господи, спаси и сохрани, а. Может, не будем стоять? Давай, а то сейчас молния как лебнет сюда. Один процент. Ужас. Ну, романтика. Прикинь, как хорошо сейчас было бы сидеть на качалке и слушать звук грома. Вообще пе. Смотри, как я тут помыла. Наверное, даже не помнишь, как было? Помню. Стекла помыла, окна. Я здесь с этим шлангом. Надо будет там тоже так же хорошенько помыть. И беседку. Вот завтра, надеюсь. Ну, вот этим ты ее, конечно, не спасешь. Это я не знаю, сколько километров мы потратим. А ты же понимаешь, если тут начнется сильный ревень, он все равно пойдет весь по воде. Да. Это нам надо тогда ее поднимать. А куда ты ее денешь? Ой, как шандарахает. Вива, ты что вышла? Сейчас гром как услышишь. Нет, это же надо что-то. Да, вот я тоже это самое думаю. Ой, пошел, пошел. У меня уже хорошо покапало. Вива, ну-ка быстро домой. Иди домой. Иди домой быстро. Давай, давай, давай. Иди. Иди, иди. Нечего тут ошиваться. Да, да, конечно. Ты что, не получится. Пакет, мне кажется, маленький. А что мы так заботимся? Они о нас не позаботились. Ну, чтобы завтра курьеру дать нормальное состояние. Ну что ж, итог. Пошел дождь, но не сильный пока. Так что не знаю, конечно, намочится там наша эта хрень или нет. Ну, грустно, конечно. Ну да, дождь идет. У Юли рацион прям как у студента. Бутерброд, пельмени, макароны с сосисками. Люблю тебя за простоту, пишет в комментарии. Так приятно. Пишут, что видео такие уютные. Обожаю, платья, где убираюсь. Думаю, смотри, да что ж ты, блин. А я еще думаю, блин, что за хрень? У меня несколько дней назад здесь какая-то, даже не шишка, знаете, а, ну, как будто вот так вот было. Ну, короче, не знаю, вот странные вот эти вот носогубки. Я такая, я уже думаю, все что ли вниз потекло. Уже все почти 25. Ну, короче, думаю, капец. Оказывается, там должен было вылезти прыщ. Я не хейтер, люблю Юлю, но какой смысл перекладывать с одного места один хлам в другое место? Почему нельзя начать сразу, пока лето, уборку всех вещей? Я не хочу выкидывать, отдавать какие-то вещи, которые у меня здесь на даче. Я бы не сказала, что их тут прям очень много, да, возможно, я их так и не буду носить, еще что-то. Но мне нравится осознавать, что у меня здесь есть какие-то вещи. Ну, типа, по сути, я сюда могу приехать, особенно зимой, потому что в основном там теплые вещи, могу приехать сюда вообще без одежды, и у меня будет куча кофт разных и вариантов, и курток еще, к тому же, наверху. Ну, типа, блин, я просто очень часто отдаю вещи, на самом деле, очень много вещей я уже отдала, раздарила, подарила реально огромное количество, и в какой-то момент, когда я дома разбираюсь, я думаю, типа, блин, где моя вот эта кофта? Я хочу вот эту кофту надеть, а потом до меня доходит, я вспоминаю, что я ее уже отдала, потому что у меня места, например, дома не было для того, чтобы хранить эти вещи. Поэтому ничего не хочу выкидывать, ничего не хочу, это самое, хлам, реальный хлам, то, что я смотрю и думаю, ну, это реально хлам вообще, стопроцентный. Я это выкидываю. С другой стороны, мне так проще, мне проще постепенно избавляться от вещей. На втором этаже уютнее пишут, на втором этаже уютно, когда-нибудь летом в супер-пупер-жару спали на втором этаже, чтобы еще крыша нагревалась, сдохнуть можно. Уютно, неуютно, но реально дышать нечем, очень тяжело, очень жарко. Блин, дождь льет вообще конкретно. Блин, гроза вообще бомба. Бомба, пока нам не вырубили Wi-Fi и электричество. А так вообще бомба. Короче, в первом влоге, который вышел, там был четверг. И я что-то говорю то, что после дождичка в четверг. Ну, типа, реально дождь шел. А сейчас мне написали, что есть еще какие в среду к обеду, после дождичка в четверг, 7 пятниц на неделе. Прикольно. Мне кажется, Вива чувствует присутствие дедушки, поэтому сидит на его кресле. Мне кажется, что это все фигня. Как бы я не скучала, не любила дедушку и не хотела бы ощущать, даже не знаю, какое-то его присутствие. Ну, я всегда ощущаю его присутствие, особенно в этом доме, потому что это дом его детства, где я выросла и с дедушкой тоже, да. Но, как по мне, так лучше, чтобы душа дедушки уже, как это сказать, обрела покой и уже нигде здесь не путешествовала, не занималась какой-то фигней, знаете, какой-то застрять. Ну, не знаю, как по мне, так лучше. Лучше даже, может, и не ощущать какое-то присутствие, но при этом знать, что человек обрел покой и душа. Мне как-то это ближе, как-то мне приятнее об этом думать, чем то, что Вивочка может там что-то ощущать. Если бы комфорт был человеком, однозначно это была бы Юля. Так приятно. Вообще, не знаю, я обожаю своих подписчиков, я обожаю девчонок, подписчиц своих, особенно таких хозяек, не знаю, у меня прям... Ну, я понимаю, что это, знаете, как вот есть поговорка, типа, мы то, что мы едим. Ну, или как, или по-другому. Ну, короче, мы то, что мы едим. Ну, что-то такое, в духе, если ты питаешься говняно, то ты выглядишь говняно и разваливаешься, и там прыща, не прыща. Если ты питаешься супер-классно, то ты не поправляешься, и здоров, и витаминов полон, и прыщей у тебя нет. Ну, типа, это из разряда яд. Ну, так понимаю, это, типа, мы то, что мы едим. Короче, как-то так, вот что-то такое я помню. Вот. И вот у меня такое же то, что мои подписчики, ну, в моём понимании, они не могут быть... Вот именно мои подписчики не те, которые просто смотрят, а те, которым я нравлюсь, которым я близка по духу, там, да. И так же, как вот я читаю иногда комментарии, и мне так приятно, я понимаю, что это вот мой человек. Это вот мой подписчик, мой человечек. Не тот, кто просто заходит, там, не знаю, смотрит, оставляет какой-то комментарий по типу, я тебя не понимаю. То есть в моём понимании люди, которые... Мои люди, да, вот как Оля Бузова говорит, мои люди, они меня понимают, они такие же, как я. Они так же, там, любят чистоту, порядок, такое же мнение. Ну, да, в чём-то мы можем, конечно, немножко где-то точки, скажем так, несопрекосновения, получается. Ну, короче, в чём-то мы можем быть разными, но в целом общая какая-то, да, ценности, мировоззрение, отношение к жизни, к вещам, к родным. Вот это, в моём понимании, должно быть одинаковое у блогера и у его подписчиков, потому что, как это, ну, так сказать, что блогер, подписчик блогера, это его отражение. Также наоборот, что тот блогер, которого вы любите, смотрите, по сути, это как, ну, грубо говоря, ваше зеркало, может быть так, не знаю. Потому что то, что вам интересно, тем вы являетесь. То есть, грубо говоря, вот у меня всегда было, понимаешь, когда захожу к какому-то скандальному блогеру и вижу у него там комментарии, и в комментариях точно такие же скандальные, ну, в моём понимании, немножко гнилые люди. Ну, это лично для меня. Я понимаю, что всё нормально, всё понятно. Какой блогер, такие подписчики. И также вот я по этому смотрю, я очень радуюсь, когда я получаю, ну, такое большое количество реально хороших, позитивных комментариев. Я сейчас буду сидеть, читать, кушать Виолу, треугольники. Единственное, от чего реально можно было бы избавиться, от количества шапок огромного. Но мне так неохота этим заниматься, разбираться. Просто теперь, когда я захочу что-то привезти в Москву, я не буду целые коробки тащить. Я приеду и выберу определённую шапку, которая мне нравится, и всё, её я отвезу в Москву. Ну, типа, не буду уже как бы обратно отвозить это туда. И вообще, на самом деле, вот даже, я уже как-то рассказывала, сейчас я по-другому отношусь к вещам. Более, как-то сказать, разборчиво, что ли. То есть, в шоурумах, не знаю, сотрудничество в магазинах, ещё что-то. Беру только то, что реально прям капец как нравится, капец как хочу. То есть, я даже вот то, что для фоток сказать, ну, стараюсь даже для фоток не брать. А вот только если мне в этом будет ещё комфортно жить. Ходить, гулять, не знаю, путешествовать, на мероприятия пойти. То есть, я беру только те вещи, которые я реально буду носить. То есть, я не беру даже вот вещи, которые чисто вот на один раз для фотки не хочу. Потому что, ну, я не могу уже. Я не хочу, я не люблю, я не люблю хлам, но у меня его всегда полно. Ну, поэтому я его и не люблю. Потому что, ну, как бы с ним тяжело расставаться, мне тяжело жить. У меня просто, типа, знаете, установка на установке, программа на программе. Хлам не люблю, но у меня есть хлам. Но я его не люблю. Но избавиться от него тоже не могу. А вдруг пригодится. Короче, это просто расстройство какое-то. Короче, даже хочу теперь пересмотреть влог, потому что столько комментариев классных. Не знаю, на даче как-то прям вообще классно снимаются влоги. Потому что тут столько дел, тут вообще не соскучишься. В Москве иногда реально, ну, всё, дома убрался, там куда-то сходил, что-то сделал, о чём-то поболтал, всё. А здесь закачаешься. Тут просто паутина на паутине, мушка на мушке. Приколдессы на приколдессах. Дел полно. Но элементарно, вот даже, знаете, думаю, господи, когда же придёт день, когда я вот просто сяду, знаете, либо на качалке новой с кофейком, либо надо отмыть беседку там, сяду, красоту наведу, всё будет чистенько, без пыли и так далее. Там сяду с кофейком, не знаю, чаёчек, конфеточку и просто сяду и поболтаю. Ну, типа, я уже реально, ну, не могу. Я просто каждый день, как это, как рабочий день. Ну, хотя вчера я не особо убиралась. Ну, вот каждый день надо хотя бы по чуть-чуть что-то делать. Ну, я, на самом деле, я бы сейчас продолжала. Я вообще хотела пойти беседку отмывать, но дождь пошёл. Хотя я бы могла внутри быть, но мне хочется и снаружи сначала, всё, короче. Даже надо стулья достать, всё вытащить, всё. Ну, короче, это было бы не очень удобно в любом случае под дождь. Да и потемнело уже, тоже нехорошо. Да, дачные в блоге огонь. Огонь. Юля так сильно говорит про вино и питьё, как будто она уже беременна и пытается всех переубедить в обратном. Ой, ребят, мне вообще, честно, всё равно живут в этом плане, потому что меня постоянно в этом подозревают. Я как-то сидела на этом... Блях, когда-то как её... На лавке, и из-за того, что там, короче, спине неудобно, вот так вот скручиваешься, и живот, короче... Ну, короче, всё уходит, как будто вперёд живот. Короче, я не знаю, как объяснить, но, типа, ты не выглядишь стройной, худой красоткой, потому что ты так сидишь скрюченно, что у тебя все органы как будто вперёд вылезают. Ну, в общем, неудобно сидеть. И мне там тоже написали. У меня ещё были шорты объёмные, и здесь ещё большой узелок. Пишут, о, беременна я. Кто-то вообще написал, что я уже на четвёртом месяце беременна. Вы вообще знаете, как люди выглядят на четвёртом месяце беременности? Мне кажется, я бы уже не смогла, ну, как бы так скрывать. Мне кажется, не похоже на четвёртый месяц беременности. Ну, мне кажется, что я поправилась. Короче, в любом случае, мне кажется, что я поправилась, но это на самом деле хорошо. Я думаю, что килограмм на два я поправилась. Во-первых, у меня скоро эти дела должны прийти эти дни. Но вы мне всё равно не поверите. Ну, неважно. Скоро должны прийти, и я как бы вот ощущаю, что я вот именно, знаете, как вот такая... Не то, что какая-то там вялая, нет, а наоборот, вот у меня ощущение, что вот меня как-то распирает прям. Короче, не знаю, в общем, в любом случае, я никого ни в чём не хочу переубеждать. Можете думать, что хотите. Может быть, я беременна реально. Но если я реально беременна, то зря я бухаю на даче. Ну, короче, нет. Так, дождя на улице нет. Смотрите, какие у меня тут уги есть старинные в каких-то пятнах. Ну, вот всё на даче пригодится, понимаете? Я штаны надела, но кофту пока не стала надевать. Сейчас посмотрим, как там. Сейчас мы возьмем ключи от беседки. Она с ключом закрывается, прикиньте. Там, короче, стулья все в пыли и в грязи. О, боже. Но, вот видите, какая тут грязь? Вот это точно. Руками мыть охеришь. Да, очень тут грязно тоже. Паутина. Свет есть. Офигенное местечко, я считаю. Надо здесь шашлыки жарить и кушать. Надо завтра купить шашлыки и позвать друзей в гости кушать здесь шашлыки. Офигенско. Просто офигенско. Так. Извините, миссис Паутина. Помню, как дедушка меня учил. Вниз и тянешь. Так, проверим, чтобы было закрыто. Чтобы с улицы помочить. Я думаю, что ничего страшного даже, что мы сетку намочим. Все-таки дождь же когда-то капает, и ничего. Ладно, я сначала сверху. Я, короче, сейчас возьму снаружи, по-моему. Потому что уже больно, мне кажется, это весело. Поливать. А потом внутри, по-моему. Хотя это неправильно, наверное. Так, наша штука, смотрите, как хорошо. Не пострадала. Точнее, не наша. Ну, как бы сейчас наша, но надеюсь, завтра, послезавтра будет уже не наша. Хочется избавиться от этого добра. Ужас. Просто ужас. Вот здесь тоже надо везти, машину подвинуть. Ну, сейчас, конечно, мокрый. Сейчас плохо будет подметаться. Так, какой бы стул мне взять? Любой. Сейчас я вас поставлю и буду вам показывать, как я тут все мою. Все нормально, да? Все нормально, да? Теперь подождем, когда подсохнет. Потом еще пройдемся уже чем-то другим. Вытерем. Ну, не понимаю. Тут пятна какие-то странные. Ладно, я потом потру другим. Просто так стало намного лучше. В любом случае, стал чистить, потому что дождь все-таки не делает, как бы так, целенаправленно. Но сюда я так не могу сделать воду, потому что она просто не выйдет. Посмотрите, сколько там паутины и какой-то жижи. Боже мой. Боже мой. Короче, теперь начинается здесь все. На дом. Там волос кошачьих. Так, надо вынести стулья. Самое ужасное, что эта пыль, она, точнее, не пыль, а паутина. Эта паутина, она даже не уходит. То есть я струей воды херачу, а паутине пофигу вообще. Просто пофигу на мои желания, чтобы она ущоль. С чего бы начать? Паутина везде, даже на стене. Так, огромный паук. Ну-ка, фу. Где он? Наверное, мне сюда придется пылесос тащить. Что тут такие углы, в которых вообще не соберешь. В общем, сказать, что я сегодня устала, ничего не сказать. Вроде в начале дня я ничего такого сильно прям не делала. В итоге я помыла всю беседку, внутри помыла, даже внутри пропылесосила, окна помыла. Но там какая-то херня странная. Как будто бы надо чем-то другим мыть. Я пшикала, протирала. Все как вот, я же знаю, как окна мыть, ну реально. Все как вот знаю, так делаю. И все равно и разводы, и вот такие, знаете, капли, как будто бы грязь. Я и губки терла. Ну, короче, не знаю. Что-то, короче, какая-то фигня. Надо будет заново мыть. Мы покушали пельмешки. И я сижу за компом. Сижу я, значит, в социальной сети, которую до сих пор не разблокировали в нашей стране. До сих пор экстремисты. И, понятное дело, продолжаются посты все на тему развода Юлика и Даши. И я в шоке. Знаете, о чем я подумала? Короче, слушаю я такой пост. Действительно, что я на этом хочу записать, что буквально неделю три-четыре назад, когда была свадьба, он плакал и клялся мне вечно любви. Говорил, что, типа, я ждал того шесть лет, а сегодня я услышала вот это. А сегодня, типа, он ей сказал, я тебя больше не люблю. Короче, я не знаю, это ужасно. Мне, ну, по-женски, капец, как вот грустно за Дашу. Хотя мы с ней не знакомы, не подружки, нет, мне кажется, даже общих никаких знакомых таких. Ну, типа, вообще нет никаких точек пересечения. Ну, вот просто по-женски, ну, по-девичьи, по-девчачьи, не знаю, очень, конечно, это все неприятно и грустно очень. Но я вот о чем подумала. Как такое может быть? Как это возможно? Как ты мог, там, не знаю, три-четыре недели назад реально плястся в любви? Говорит, люблю, не могу. Я ждала этого шесть лет. Ну, для меня это странно. Я не могу это, типа, как это может быть? Что через, ну, за три недели после свадьбы человек такой, я тебя больше не люблю. Я просто не понимаю, как это возможно. Я о чем подумала? Может, там какой-то приворот? А что? Сходила, может, эта девочка другая? Какой-нибудь гадалке. Ой, не гадалке, а какой-нибудь там ведьме, не знаю. Ну, слушайте, это странно. Кстати, я в такие вещи верю, потому что я знаю истории такие. Я просто подумала, ну, а у меня другого логического объяснения нет. Конечно, не смешно, это страшно, но просто у меня другого нет логического. Вот это логическое объяснение, другого у меня нет. Потому что я не могу принять тот факт, что человек может после свадьбы за две недели, три недели прям разлюбить. Я бы на месте ребят прям сходила бы к какому-нибудь экстрасенсу, я не знаю, чтобы тот снял какую-то вот эту вот, проверил вот эти все биополя. Ой, ребят, я забыла с вами попрощаться. Можно за меня с вами попрощаться, Ивочка? Спасибо, что смотрели этот влог. Надеюсь, он вам понравился. Будьте счастливы, здоровы. Вива! И всем пока! Все, Вив, давай, скажи всем пока. Скажи всем пока, Вив. Завтра пойдешь купаться? Пойдешь купаться? Купаться завтра пойдешь? Ой, как ты побежишь купаться, да? Все. Вы думаете, а что, она меня так маму любит? Ага, она хочет эту колбаску просто, но ей нельзя, нельзя. Все, всем пока!